Всем привет, с вами Runymals и Сибирский Лемминг. Здравствуйте, друзья. Да, мы продолжаем играть в Torchlight 2. Мы видим, что немного переоделись. Совсем чуть-чуть. Да, ну, еще раз кидали скилпоинты, характеристики. Я думаю, что это одна из самых интересных вещей, но почему мы ее сделали за кадром? У тебя есть оправдание? У меня есть оправдание. Мое оправдание — это твои долгие экраны загрузки. Ну, у тебя в этот раз был дольше экран загрузки, на самом-то деле. Ну, на самом деле, он у меня был такой же короткий, просто я почему-то не нажимал на кнопку телепорта. Ну, это уже частность. О, рыбное место. Ну, ты как хочешь, я себе наловил рыбу целую кучу, пока там тебя ждал. Я хочу... Ай, черт, все, сорвалась. Ну, ладно, не буду этим заниматься. Лучше подберу какой-нибудь лут. Так, эскелетика добью, оставленного тобой. Ну, пока что не остается, нам нужно бегать по... по всяким квестам. Ну, да, звездочки, собирать звездочки. Светящийся на карте. О, вот эти парни, да. Да, вот эти парни. Отлично, у меня левелапчик. Да? Угу, седьмой. Вот, что ли? Ты как-то умеешь? А я не знаю. А у тебя еще нет, какой ловом? Я у себя не вижу, ты должен меня видеть, в принципе. Нет, я не вижу твой левел, я вижу только твой портретик. У меня там циферка должна быть. А, да, седьмой, слушай, только сейчас я разглядел, у тебя тоже седьмой. Так, ну, это наоборот, ты раньше меня набрал, получается. А, ну, да. Сейчас мы этого паренька уделаем. Ой, нерп, не стал какой-то заклинание. Заклинание. О, перезаклинание, мне даже интересно что-нибудь. Какой заклинание настроить, потому что у меня почему-то все очень, все очень медленно работает. Про какой-то заклинание там говорил? А, блин, дураки, я снова забыл. А, у тебя там где-то валяется заклинание, да? Да, да, да. Ну, понятно, понятно. Так, как, а, да, там заклинание. А мы будем тебе про скинь, да, или я забыл? Нет, нужно через торговлю это делать. Без проблем. Давай. Что у тебя там? Ага. А, у меня такое же, прикинь, я все равно возьму. Может, оно всегда с него выпадает, я не знаю. Так, может быть, может быть, я отдам один экземпляр. Так, знаешь, а, и зачем? Ну, вот что я сделал? Что? Взял и пантеру в город отправил. Ну, он пусть прогуляется. Так, тут у меня засада. Я не заметил. О, господи, кто-то такой ученик утромит. Это я случайно. Выбирать, кто будет? Кого выбирать? А, в смысле, кому из нас, думаешь, больше повезет? Не знаю, не знаю. Сильеомоложение. Что за изильеомоложение? Интересно. Это интересно. Так, у меня еще какой-то синенький лут. А, это понятно. Ну, а тут ничего больше. Фиолетовая. Нет, у меня синего, вовремя, ничего не было, или я просто все собрал, не обратил внимание. Метатель. Так, это все подозрительно тормозит у меня. Действительно, подозрительно. Слушай, куда это я зашел? А, все, я понял, где я. Где ты просто вверху. Сейчас я уже почти рядом с тобой. Я въехал сочиняю. Ваш питомец возвращается из города. Ну, слава богу. Как там было в фейбл, знаешь, куда там... Отрубали головы молотом. Да, да, да. Я... Но я в фейбл... Я в фейбл играл стрелком, поэтому я обычно сносил головы из лука. Да. Я как-то не умел играть стрелком, когда я играл обычных лучников. Вот у меня в фейбл как раз там была такая достаточно удобная система прицеливания, по крайней мере для меня. И я там добивался определенных успехов. Я полностью игру проходил лучником. Да. Ну, там, конечно... Я попробовал как-то магом пройти, но как-то у меня все-таки за двуручников лучше всего получалось. Потому что тогда я точно знал, какие мне вещи искать, и что мне там с ними делать, и все такое. Ну, да, еще там можно меч из камня вытащить рядом с каким-то храмом. Да, 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 и так далее, и тому подобное. Но я, кстати, даже играя за лучника его вытаскивал, потому что фейбл это такая игра, где можно весьма сильно раскачаться. Поэтому... Мне очень понравилась, конечно, система старения. А, да, да, да. Ну, там, знаешь, они не стареют, а крепчают. Там такое... Но сколько если силу качать? Ну, да, там силу и мощь, по-моему, еще если качать, то тоже такой персонаж становится покрепче. Ну да, ну в 60 лет самое то. Ну там, правда, был странный все-таки момент, который мне не очень... Ну, который смотрелся не очень органично, да, на фоне того, что там есть старение. Ну, потому что фактически старел-то только ты. А все остальные сюжетные персонажи, они, в общем, оставались в одном и том же возрасте. И смотрелось это как-то странно. Например... Ну как там? Мулине вообще обещал, что там деревья растущие в реально время? Мулине всегда много чего обещает. Понимаешь, Питер Мулинье, или если уж его фамилию произносить так, как ее произносят в рекламе техники Мулинекс, а пишется она абсолютно так же, вот, так же, как название этого бренда. Мулинье это мечтатель, он просто, вот, я считаю лично, что он просто большой мечтатель. Он на самом деле... Ну у него и игры выходят соответствующие, это Black and White, Fable... Да, нет, ну я имею в виду то, что вот, как бы, он обещает много, но далеко не все из этого обычно бывает реализовано. Но я считаю, что... Ну делает он тоже много. Делает он много. Нет, я хочу сказать о другом, да, что я его ни в коем случае не обвиняю, я его наоборот хочу сказать пару слов в его защиту, потому что считаю, что, ну, в общем, он очень мечтательный человек, на самом деле. Нельзя требовать от него того, что... того, что он обещал, в общем. Нет, но там просто еще оправдывался долгое время по этому поводу о том, что там просто один компьютер бы не потянул. Вот, я тоже, я на самом деле тоже уверен, что вот если бы у него была возможность, он бы действительно реализовал то, что обещано. Но, к сожалению, современные вычислительные мощности и вообще игровая индустрия не готова к тому, чтобы реализовать все идеи Питера Мулинье. Так, ну, не знаю, у него как-то успешно это 20 лет получается, делать какие-то инновации. Причем уже не в одной студии и уже, по-моему, побольше, чем 20 лет. Ох, не помню. Но он по-прежнему работает в Microsoft? Нет, он из Microsoft ушел. В Microsoft он работал, это вот его последний проект с Microsoft был Fable 3. Вот, а после этого, ну, по-моему, Fable 3, может быть, правда, там что-нибудь консольное, конечно, было, но я как бы за консольными проектами, я, как правило, не слежу. Вот, он после этого ушел, основал студию, по-моему, 22 Cans. 22 банки или что-то в этом духе, если переводить. Вот, и сейчас они на Kickstarter успешно профинансировали свой проект Godus или Godus, ну, кому как нравится. А это возвращение практически к истокам. К Populous. Именно к Populous, именно к Populous. Это возвращение к Populous и к тому, что он делал, еще будучи руководителем студии Ballfrog, которая нам подарила множество и других совершенно замечательных игр. Там всякие хоспиталы и прочее? Temp Hospital, Temp Park, Dungeon Keeper. А, да, и кипер. Что еще там было? Ну, я, честно говоря, всего сейчас не вспомню, там было очень много. По-моему, Black & White даже может быть первый, а может быть даже и второй. Не, второй тоже точно по данным хеддам пришел. Да, ну вот это я уже сейчас, конечно, не вспомню. Память подводит уже. Так, да что ж ты, хватит блокировать-то меня, а? Все разбил тебя еще. Я сейчас сговорясь, проблемы с пластикой. С чем проблемы? А, кончились баночки? Да. Что ж ты на рожон-то лезешь? Ну, ты как-то, я по-твоему. А, мив, инженер. Ну, так я же не могу турельки ставить, знаешь ли. Куда ж ты убежал-то, а? Держись, держись поближе. Ты у тебя, он, фляжки заканчиваются. Кто у нас будет на рожон лезть? Это же не брутально. Можно на рожон лезть, но аккуратно. Что ты, какой-то там мерзотный кобальт. Кто кобальт? Да, какой-то там стрелял в меня из лука. Мелкий подлец. О, еще место. Здесь бэфороматик. О, призматические удары у меня сейчас пойдут. Что это у тебя? Да у меня просто у мага тут фишка заключается в том, что... Полоска раскачалась. Да, полоска раскачалась. И вот пока она держится, нужно, нужно, нужен экшен. Чтобы просто не потерять этот момент. Так, ты решил порыбачить, да? Не можешь контролировать. Что это? Эй, что случилось? Ну, только какой-то проклятий меч виселый, с ним вылетела дубинка. Интересно. Так, сейчас я порыбачу. Хотя бразок. А у нас, интересно, за обоих расходуется? Нет, у меня 6. Шорная акула. Слушай, ну, у меня одни только шорные акулы ловятся. Да у меня тоже. Ведро перскорей. Что это? Так, да нет, я уже... О, окунь-шакал. Это что-то, по крайней мере... Айван, нет, все, я, короче, официально перестаю подбирать белые вещи. И перехожу минимум на зеленые. Так, ты там... О, у нас, кстати, есть ключик. А есть ли... Но мы еще даже не нашли сундук для этого ключа. Да, фею мы давно уже прибили. О, кстати. Ну, мне знаешь... Иди-ка сюда, я тут рыбацкий фонарик активировал. Секунду, у меня еще одна попытка. А, ты там решил прям наловить вдоволь? Вдоволь конца. Ну, да и я не поймал динамит. Тут можно купить динамит, чтобы все... Да, я знаю... Нет, я не пробовал, я знаю, что он есть. Но я как-то это... Предпочитаю более цивилизованные методы рыбалки. Я просто... Когда я вижу, как динамит ловит рыбу, я вспоминаю, знаешь, фильм «Премя» Дарвина. А, я смотрел... Там... Так, все, заходим в портал? Да, заходим. Вау! Вой, 8,11, блин! А мы потянем вообще? Левелы 8,11. 8,8, что, причем? А у нас 8, да? А, ну, слава богу, это ячет. Но она не такая простая, на самом деле, от пещеры, насколько я помню. Даже по-своему нормальному прохождению. Сейчас на ветеране, да еще вдвоем, я чувствую, что он отгребен. Ну, по крайней мере, будет много лук. Посмотрим, посмотрим. Бонус брони... А чем мне нужно качать, чтобы у меня здоровье увеличивалось? Стойкость? Стойкость, да? А, да, действительно, все, вот я сейчас... Сейчас стойкость маленько вложусь. Второй глаз одноглазого вилле. Я тоже взял такой. Видимо, он здесь лежит всегда. Да, я просто не помню, чтобы он здесь... О, эти крабы. Чтобы я вообще это видел. Да, тут нам... Многочисленные. Я здесь бы не помешал, но, видишь, на восьмом уровне ты возьмешь. Так. О, сильное кольцо. Скелетики. Я, кстати, еще, как правило, своему пэту стараюсь выдать какое-нибудь заклинание на призыв. Мне кажется, это очень удобно. Пэту заканали на призыв? Пэту. Ну, тут пэт может выучить заклинание. Как в Black Knight? Ну, да, конечно, но немножко по-другому. Здесь вот в торт, в торт шлайде можно своему пэту разучить заклинание, если ты не знал. Да как-то я, видимо, вот забыл об этом. А зря, зря, кстати. Очень удобно. Я вот всегда даю какой-нибудь призыв, если есть такая возможность. И очень, знаешь ли, получается удобно. Самому не нужно о призыве задумываться. Ой, что-то мне прикладывают тут конкретно. Да тут сейчас всем приложится. Потому что тут два босса, знаешь, на двоих-то. А, всё, у меня накопилось полосочка. Я как-то во втором макте, знаешь, сплавил себе кучу имберита на регенерацию здоровья. И вампирского оружия. И вообще не палился ни по какому поводу. Ну, знаешь ли. До этого ещё дожить надо. Ну да, ну потому что у меня четверть здоровья восстанавливалась каждую секунду. Ну и плюс ещё вампирский пистолетик. Тоже свое дело делают. Сундучок. Ох, господи. Оранжевые на плечи. На плечи. Блин, да что ж тебя так прёт-то с этими оранжевыми. У тебя ещё ничего не выпало. У меня вообще, по-моему, не однёжу. Вторая вещь выпадает. Буржуй. Мерзкий буржуй. Чё, мерзкий-то сразу. Ну потому что у меня класс, классовая ненависть. Ну давайте, да, хорошо. Что там у тебя? Давай, подачку свою. Колечко. Хорошо, ладно, ты прощён. Ну так мне оно, навки нужно просто. Ну да, логично. Кстати, есть у меня тут сапожки для тебя, но пока мы в пылу борьбы. Какой борьбы скелет пытается меня. Так, ну давай тогда приторгуем мальца. Вот какие-то сапожки, мне-то они точно не к месту. Тебе может изгодяться. А, ну да, спасибо. Так, а я уже, да, всё, это я теперь согласен. Ха, у меня нет свитков, чтобы распознать оранжевый набрать. Ха, 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 ха. Вот он, возможно, если бы не случилось свитков. А я, кстати, не знаю, может, скорее всего, есть, потому что мне-то пока нечего опознавать-то было. Ну как бы синие вещи тоже. А, кстати, они же здесь, ты не обращал внимания, они здесь каким-то образом автоматически сами, то ли через какое-то время, то ли что, но опознают. О, опознают, а на левелапе полезно, как правило. А, а, вот оно что. Так что распознавать их стоит, как правило. Вот оно, как оказывается. Сторожно стоим, босик. Всё, я сейчас его отбомбардирую. Как раз так, только небольшой отход. Так, давай, 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 давай. Что возит у всех? Ну всё, он уже почти готов. Отлично. Боевой шест. Зилья маны. Зилья маны. Быстрый лабочный. Очень хорошо. Ну так здесь локация такая, мы прям, прям, четко-четко в нее влазим, да. Ну по рекомендациям, по крайней мере. Слушай, мы же уже достигли седьмого, это значит, что мне нужно... Неужели кое-что, кое-что подкачать, получаете шанс от этого. Вот это очень интересная штука. Ну это тоже, кстати, интересно, но совершенно не обязательно. Вот есть у меня один тут обязательный к использованию спелл. Такой раз. И вот этот, в принципе, тоже можно вкачать. Всё, я вкачался. Все скиллпоинты потратил. Конечно. Я вкачиваю в себя имбирит. Имбирит? Ты помнишь? Ну да, кровавый на олигене раз в здоровье. Более того, в секунду. Не то что... В смысле, а что ты вкачиваешь? Что это значит? Но я скиллпоинты. А, инкрустирую. А, инкрустирую. Просто на экране загрузки, знаешь, еще такой советик. Да. Что, не экономьте имбирит, потому что соединить вы его все равно не сможете. Кто-то их таки читает, эти советы? Ну, загрузка медленная, дальше чем транслятор. А, ну да. Это верно. Это я согласен, конечно. Потому что имбирита дофига, на самом деле. А имбирит, это который из них? А, вот, всё. Железного имбирита. Крошка железного имбирита. Железный он самый жесткий. А как его вкачивать? В смысле, вставлять в предметы? Да, тебе нужно, тебе нужен предмет с оправами. Вот это всё. Ну, с сокетами, а, ну, ты говоришь, что он реген даёт? Мой, кровавый. А, всё. А, кровавый имбирит даёт реген. Да. При вставке куда? В броню? Да, в броню. В оружие, это он, наверное, дамажный. Хорошо, что можно в любую, в любую вещь, в любую имбирит вложить. Потому что, насколько я помню, был бы в сайт квест, там были очень жесткие требования со вставкой куда-то. Ой, тут же босс. Босс, у меня почти мана. Очередной босс, у меня 11 взяли, если что, маны. Да нет, у меня, в принципе, пока есть. Вот одноглазые вели. Сейчас у меня поднаберётся полосочка-то, и, короче, начнётся свистопляска. Вот и помер, дед Максим. Ну ладно, 367-то, золотой. Блин, он так стоит неудачно. Что? Да там мне мои снаряды в большинстве своём в него не попадали. А ты тоже помнишь, что ли? Нет. А вот пантерка, кстати, всё, я его уделал. Что, что не подождал-то? В смысле, не подождал? Тебя? Да. Да, я как-то не подумал. Я подумал, что наоборот, обрадуешься, что я тут уже всё подготовил к твоему приходу. А, ну, в принципе, да, вещи-то всё равно выпали. Ну, тут, правда, не знаю. Конечно, может, тебе тут выпадет 32 оранжевых предмета, а мне-то, как обычно, зелёные только. Пистолет, палка. Ну, короче, тоже. Оу. Так. А-а, полоска. А, блин, а я ещё, главное, слышу щелчок и такой, знаешь, задумался, в Торчлайте это означает ловушка или нет? Но потом я получил ответ. Не, он там, как правило, кто-то кричит. О, ты что, умер? Нет, я телепортировался просто. Ты подумал, что я тебя убил своей ловушкой? А, нет. Вот так вот. Нужно немножко больше, чтобы меня убить. Да, тут есть, по-моему, 7 видов имбериты или около того, которые разделяются по 5, что ли, или чуть более рангам. То есть, это основные, это огонь, лёд, яд, какой-то, какой-нибудь там ещё, возможно. И хитрый ещё есть, я помню. Да, и три производных, это железный, кровавый и хаос. Угу. О, вот это, кстати, интересный пассажок. Ну, вот, кстати, ты не знаешь... Я вообще ничего не знаю, загружаюсь. Ну, вот, да, я тоже так подумал, что спрашивается, наверное, смысла особого нет. Так. Чёрт побери. О, я возьму броню себе. Посох брать не буду, потому что... Я помню, что там были какие-то замутки с этими посохами. В смысле? Ну, я сейчас качаюсь немножко не на... Немножко, скажем так, не обычным способом. Хм. Я думаю, что... Думаю, что это будет эффективно, хотя могу, конечно, жестоко ошибаться. Так. Не, ну что-то у меня нормальное кольцо менять. Так, 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 штаники поменять. Штаники не буду менять. Да, всё, ладно, побежали. Ты где там? Я здесь. А, ты так? А, ты с тем молоточком бегаешь? Да, я просто взял меч, но у меня ещё не скоро будет. Презентовал. О, синие перчатки. Что ж тебе? Вот так всегда, знаешь? О, пуча золота. Со мной постоянно кто-нибудь... Бабушка эмберита. Кто-нибудь играет и почему-то всегда этим проклятым людям везёт. А мне вот падает одна фигня. Так удобно же, мне тоже обычно не везёт. Ну, вот мне не везёт сильнее. Становишься на цену. Так, ну здесь-то мы были. Хотя вот тут есть такой проходик, судя по всему. Да, вот. С кучей урн. О, что-то, разошёлся. Да хватит блокировать мои удары. А-а-а. Цитрап. 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 Имя хочешь вспомнить? Да, я забыл имя адмирала. Я помню, я помню расу. Я помню расу в Мон Каламаре, а вот имя его я не помню. Я только помню, чтобы высоты. Высоты. Вот и всё. Ну, потому что... Ну, там сумец. Не совсем. Да, кстати, на сумиков похоже. Так, кастетик, имберит. Что-то у нас. А, это как раз на... А мы где-то с тобой успели открыть сундук, да? Вот же я только что. А это вот он был. А-а-а, да, всё, вот у меня на карте проявился. Вижу, вижу. Раз, и золотые сундуки от синих как-то слабо отличаются. Ну вот да, особой-особой разницы, как правило, незаметно. А жаль. Потому что хочется чего-то особенного. Ну, особенно если ты нашёл сундук на одном краю карты, а потом бежишь на другой край карты за ключом. Это не сундук особенный, это процесс особенный. Ну да. Вот даже в третьей Диабле просто сундуки в какой-то момент золотые стали действительно чем-то особенным после выхода одного из патчей. Да. Ну там, как бы, я сейчас не буду эту историю рассказывать, там просто множество нюансов. О! Портальный зверь готов. Совершенно заведенный портал. Ну что, проходим? А ты уже прошёл. Я появился! И где это я появился-то? Вначале лабиринта. Это лабиринт? Нифига себе. А ты где-то уже, судя по всему, в конце лабиринта, да? Да, я уже прошёл. То есть мне нет смысла, на самом деле, здесь бегать уже. Ну, фактически нет. Так, только... Ну я тут чуть-чуть и всё-таки побегаю, конечно, потому что я вижу там чего-то такое фиолетовенькое. Такое фиолетовенькое, аппетитненькое лежит. Таинственный самоцвет. Да, но если хочешь, перенеси его сюда, потому что я бы принёс только один, а нужно принёс и три. Так, а как бы мне только до тебя добраться? Потому что я тут бегать-то бегаю, а вот... Так, видимо, сюда. Нет, это тупик. Так, ладно, бежим теперь. Подожди. На, тут ближе к концу. Чё-то я, честно говоря... Привет. Привет, но... Не так всё просто. Ну, если они хотели запугать человека, который проходил на канале четырёхмерные лабиринты, то у них это получилось. Так, сюда теперь побежали. Слабо понимаю. И главное, самое что неприятное, это то, что на карте нифига не отображается. Хоть бы островки вот эти было видно, не? Ничего подобного. Опять какой-то тупик нашёл. Так, я сюда... Ты хоть сам помнишь, как ты бежал? Вот я-то здесь. Да не, я думал, что может ты мне что-нибудь там подскажешь. Хотя, с другой стороны, я вот сейчас... Я вот сейчас бегаю, как бы, и понимаю, что на самом деле здесь подсказывать-то что-то бесполезно. Если ты сможешь найти ещё один самоцвет, то это будет великолепно. Хоть как-нибудь. Но я тут бегаю, но пока ничего не... Я себя-то боюсь потерять. Какая может быть речь о самоцветах? Так, здесь самоцвета наверняка нет. Фу. Слушай, а я вот не встречал такой локации, когда вторжу отыграл. Это очень странная локация. Так, это тупик. Потому что обычно задания всё-таки простые, или хотя бы понятные. Да, а тут непросто и непонятные, и никакого экшена нет. Так, вот я рядом с кем-то порт... А, и ты рядом со мной. Что-то не значит, что мы... Это не значит, что мы легко можем встретиться. А, нет, смотри, встретились. Ну ты там, я так понимаю, всё уже обшарил, да? Здесь, да. Но вообще-то нам нужно самоцветы. Ну или ещё один хотел. Ну я понимаю, один ты нашёл, но я так понимаю, что ты его смог использовать, да? Потому что он общий становится. Теперь нам нужно ещё один-то идею. А может быть они вообще появляются только тогда, когда, допустим, предыдущий использован. Ну так и я уже использую. О, а вот, а вот и экшен. Так, это, кстати, наверняка хороший знак. Просто так не появился бы скелет. Нет, они везде в тюбе как появляются. Да? А-а-а. Так, и вот мы снова разделились. Так, и я снова... О, я вижу самоцвет! Да? Да, сейчас, подожди, мне нужно до него как-то добраться ещё. Потому что сам понимаешь, то, что я его вижу, ещё ничего не означает. Всё, я его подобрал. Отлично. Теперь твоя задача, ну, не знаю, добраться до туда, где он нужен, а потом ещё меня как туда довести. Потому что ты-то, конечно, лут получишь, я так понимаю. А вот мне это тоже бы хотелось. Я всё-таки два из трёх самоцветов нашёл. Ну, у тебя тут ещё три сундука дожидаются, по-хорошему. Да мне бы хоть один найти, по тупикам, шастер. Я имею в виду здесь, на этом, в последнем острове. Ну, вот я и говорю, что мне добраться туда, до этого острова-то. Ну, вот я добрался. А я опять в тупике, вон, же, не одевал. Золотой сундук. Так ты бы взял, довёл меня, ты же здесь недавно был. Ну, я не совсем там был. Ну, мы вместе пробегались. Ну, хотя, кстати, я тут недалеко, судя по всему. Я думаю, что доберусь скоро. Так. Сюда. Вот так. Так, так, так. Да что ты опять-то... Не, ну, сколько можно-то? Интересно, я вообще приду туда. О, зато у меня левелапчик. Хоть что-то. Блин, такое ощущение, что я сейчас вообще вылезаю в другом краю карты. Да не, это он сюда должен. А, всё, я правильно бегу. Ну, слава богу. Вот тебе должна быть просто огромная кучела ута. Да у меня тут просто экран пестрит. Сначала пробегусь по золотишку, чтобы как-то немножко экран освободить от этого всего. Сей вакханалий надписей. Так, а теперь уже пойдём адресно. Так, крошка, эмберин. Ну, что-то как-то знаешь на самом деле. Вяленько, честно говоря. Оранжевых вещей нет? Нет, как обычно. У меня две. Ну, ну, я не сомневался. Нет, это на самом деле инкрустация, так что вообще особенно. Ну да, инкрустация это так. Полтора килограмма инкрустации. Я помню, была такая шутка. Существенного фруктового пюре? Нет, была такая шутка как-то в давние времена ещё, когда я смотрел КВН, там была пародия на свою игру. А тогда в своей игре призом было пюро. Ручка? Перо. Там такая... Эрих Крауза? Нет, не ру... Ну, естественно, от спонсора Эрих Крауза, но это была статуэтка фактически. Золотая, небольшая пера. Такое просто перо. Инкрустированная россыпью драгоценных камней. И вот там шутка заключалась в том, что победитель получит полтора килограмма инкрустации. Вот. Да, уже было дело. Ну, это актуальчик такой был. Сейчас, конечно, уже не смешно. Что я тут пытаюсь? Ну, как сказать, если бы кто-то смотрел свою игру десять лет назад. Ну, это не десять. Ну, ты так-то прям не надо десять лет назад. Десять лет назад. Ой. Сундуки с чертежами, и как раз пора заканчивать. Да, пожалуй, что-то. Ух ты. Монстр. Давай вот этих забьем. Ребят. О, у меня как раз тут, я как раз в раш вошел. Магический. Ну, ладно, я пока соберу там всякую игру. Так, все, он готов. Распаляешься. Сундук с чертежами. О, ловушка. Ой, вот не люблю вот эти ловушки. Какие? Ядовитые. Которые постепенно расползаются и травят душу. Ну, так что. Ах ты, черт. Подожди, сейчас я мусор выброшу всякий, и можно будет уже... А зачем мне мусор бросить? Я же могу просто перекинуть своему любимому пэту. И собрать вообще все, что можно перед концом записи. Ну, что ж, да, действительно, завершаем. У меня, конечно, получился небольшой фейл во время той загрузки. Потому что, на самом деле, у меня вся эта загрузка не записалась совершенно. Я потому что проверил. Да? Да, она у меня не записалась. Все то, что я говорил во время загрузки, останется только на твоей записи. Ну, ладно, ничего страшного. Зато у меня будет все рафинировано, без всяких вот этих вот подвисших экранов загрузки. Ты все-таки с мортирой решил бегать, я смотрю, со своей. Ну, что ж, давай завершать, наверное. Давай. Начинай. Начинай завершение. Да. Все, спасибо за просмотр. С вами был Иеронимус. И Сибирский Лемминг. Да, я тоже здесь был. Ну, что ж. Всем пока. Да? Пока новые друзья и пока мои старые друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok